МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И наша сегодняшняя беседа будет проходить с генеральным директором компании АЛГА Автоматикам Зелоновым Михаилом Олеговичем. Здравствуйте, Михаил Олегович. Рад вас приветствовать на вашем стенде. Очередной раз рад вас увидеть и рассказать то, что вам интересно будет. Нам, прежде всего, интересно, ваша компания, как для нее прошел 2016 год, проходит, скажем так, большая часть его уже определена. Можно делать уже какие-то предварительные выводы, каким стал этот год для вас. Ну, что бы я сказал. 2016 год не стал достаточно тяжелым. Он, в общем-то, более или менее нормальный, так же, как и предыдущие года. С точки зрения общего рынка, то результат общего рынка, вот общей ситуации, хорошо иллюстрирует данная выставка. Вот если вы посмотрите, я первый раз на выставке, которая не полностью заполнила второе павильон. То есть рынок, конечно, сжался. Нас, конечно, выручает ситуация, что мы также участвуем в работе и частично забираем те заказы или то оборудование, которое ранее, в общем-то, поставили бы, конечно, импортные компании. Но, тем не менее, сказать, что эта ситуация носит массовый характер, я бы не сказал. То есть эта ситуация, ну, я бы так вот условно сказал, может 10, может 15 процентов от общего объема. Да, есть такие позиции, которые за место импорта мы поставляем. Но основная позиция заключается не в том, что это носит какой-то системный характер. А просто разные заказчики и очень часто, с учетом сжатия рынка, просто у заказчика не хватает денег. Он бы, может быть, и купил бы импорт. Тем более, что в большинстве случаев ситуация о том, что применение отечественного оборудования стало системой, оно не произошло. В большинстве случаев и проектирование, и применение, массовое применение предприятиями все-таки базируется на импорте. Но при реальной закупке сплошь и рядом складывается ситуация, что все-таки отечественный вариант рассматривают как возможный аналог или как замена. Именно эта ситуация нам как бы помогает. Поэтому в этом отношении, кроме создания ситуации, когда мы можем выпустить не хуже, чем импорт, а может быть в некоторых случаях лучше, шире номенклатуру, поставить сервис. Если сервис у нас в этом отношении достаточно хорошо и активно поставлен, играет роль, конечно, все-таки цена. Поэтому на сегодняшний день я считаю, что кроме номенклатуры, вопросов применяемости, качества и так далее, для компании, как одной из основных позиций, стоит формирование себестоимости. Это вопрос достаточно сложный, он очень системный. И основная позиция, которой мы сейчас занимаемся, это, конечно, удержание цен. То есть я не говорю о подешевлении, но удержание цен в рамках существующих ранее. То есть 15-й год, 16-й год, мы остаемся в этих же ценах, хотя инфляция по большинству комплектующих, это относится к инструменту, это относится к металлу, все-таки существует, и она достаточно приличная. То есть снижение себестоимости позволяет нам удерживать уровень цен. И я считаю, что большинство российских компаний, которые, не сказать, переживут кризис, но будут развиваться в этих условиях, связаны именно с теми, кто активно работает в области себестоимости. Вот мое, как бы, видение с точки зрения 16-го года. А с точки зрения объемов, объемы неплохие, они, в общем-то, более или менее, скажем, соответствуют общей тенденции. То есть и 15-го года, и 16-го года, я не скажу, что мы там уменьшились или очень резко выросли. Но изменение рынка налицо. Михаил Игоревич, ну вот сегодня мы общались со многими конечными потребителями, можно так сказать, с эксплуатацией. И все говорят, что на опытную эксплуатацию попасть очень трудно, потому что никто не будет рисковать, скажем так, установкой, которая, допустим, карбамид производит или что-то еще. Вот ваша точка. Вообще страшно поставить клапан, да, то есть это абсолютно понятно. Но проблема заключается в том, что нет этой, у нас, по крайней мере, не сталкиваются с такой ситуацией. Мы, наверное, существуем уже больше 20 лет. В общем-то, качество у нас достаточно высокое и стабильное. Поэтому вопрос о том, что нас не знают, для нас он не стоит. У нас вопрос стоит второго уровня, что если вдруг применена импортная компания, проектировщик тоже импортный, то предпринять усилия, чтобы доказать, чтобы применили отечественную компанию, не всегда удается с точки зрения логики того, что вы выпускаете достаточно качественное оборудование. Очень часто даже просто формальные вопросы. Отсутствие желания менять проект, отсутствие, скажем так, согласования того же держателя технологии, приводит к тому, что все говорят, ну да, может быть и стоило бы поставить, но уже решили, давайте поставим вот сутки импорт. И поэтому по этой схеме сейчас все равно существует большинство. Поэтому двигаться в этой области все-таки, мне так кажется, нужно больше систематикой именно с области государства. Потому что мы до сих пор получаем, например, опросные листы, где указана исключительно импортная сталь. Вот те же держатели технологии указывают импортную сталь. И мне приходится много доказывать наличие аналогов. Или, например, ряд тендеров мы не прошли, где нам сказали, вы знаете, в строительных длинах нам нужно по АНСИ. Спрашивается, строится новая технология, новая установка на территории России. Почему они реководствуются не нашим ГОСТом, а ГОСТом АНСИ, американского стандарта? Вот этих позиций достаточно много. И, конечно, они базируются на лицензиарах, я уже перед этим говорил, и базируются на общей системе принятия решений. То есть, если будет решение, просто проявление воли о том, что в данном случае, если мы находимся на территории России, и то действуют наши стандарты, и других стандартов не применяется, то эта ситуация резко улучшит ситуацию. Потому что, понятное дело, что мне, изготавливая клапан в наших стандартах, перейти на западные стандарты достаточно сложно. В ряде случаев мы все равно поставляем. Но это всегда дополнительные и проблемы, и затраты. Сейчас эта ситуация, в общем, она практически не изменилась. Она также существует. Вот я не более чем неделю назад, скажем так, получал по тендеру замечание, что мы вне рамок строительной длины. Но мы все живем в миллиметрах, не в дюймах же. Не буду и сложным нам выпускать клапана, например, в дюймах, имея метрическую систему внутри вообще страны в целом. Если обратиться к практике вообще импортозамещения, так скажем, в других странах, как США, то там, да, там именно создан механизм по такому принципу, что там идет, допустим, мили в час, автомобилестроение, если тоже взять. То есть производители обязывают указывать не в километрах, а в милях. Вот скажите, пожалуйста, на вашей практике существовали ли такие вещи, когда, ну, скажем, заказчик говорил, нет, ставить российское, ставить по ГОСТу, ставить по миллиметрам? Существуют и те, и другие примеры. Существуют примеры заказчиков, которые, да, указывают и работают в российских. Существуют примеры, когда заказчик говорит, вы знаете, вы не проходите по тендеру, потому что вы российский производитель. Поэтому есть прямо одиозные примеры, да, то есть, поэтому это очень сильно зависит от типа компании. Поэтому, в принципе, для крупных компаний более или менее эта ситуация, ну, скажем так, формализована. И она, как правило, все-таки падает на конкретное применение в той или иной области. Я имею в виду, вот, там, данное месторождение или какой-то завод, или отдельная, там, установка. И, в принципе, местное применение, оно превалирует над формальными признаками. Для компаний поменьше эта ситуация все-таки носит характер единого решения. Там либо вы договариваетесь, то есть, грубо говоря, вас принимают, вы участвуете в тендере, либо вы сразу не участвуете в тендере. Поэтому отношения они и легче, и сложнее. То есть, если вам сразу отказали, то уже все отказали. По крупным компаниям эта ситуация носит процесс переписки, согласований, и, в общем-то, сплошь и рядом она оканчивается успехом. Но сплошь и рядом и не успехом. — Следующий вопрос, немножко провокационного характера, потому что не могу его не задать вам, эта локализация. Ну, вот на выставке «Химия» даже мы видели много зарубежных компаний, которые производят локализацию. Вот что, по-вашему, правильная локализация и неправильная локализация, если конгрессировать вопрос? — Если мне память не изменяет, есть положение Минпромторга, где как бы более-менее по номенклатуре, по позициям, по кодам АКПО локализация распределена. Что считается российским, что нет. С моей точки зрения, если мы говорим по электронике, то, конечно, больше 50% нужно делать в России, но 50% является как бы репером. Понятное дело, что мы не сможем делать элементную базу в России. Если говорить по механообработке, то я могу смело сказать, вот по пневматике, вот, например, стоит нержавеющий клапан полностью, да, для химии. По нему локализация на сегодняшний день составляет больше 90%. Вот по пневматике мы сейчас имеем локализацию где-то в районе, ну, 90, не сказать 100, потому что все равно уж чего-то вы будете покупать импортное. Но в целом это где-то под 90%. Если говорить по электроприводным позициям, то там основной вопрос заключается, какой привод применяете. Если применяете отечественный привод, это у нас и Тулы, и Ремтек, и, в общем, достаточно личный МПК, то, в принципе, локализация получается тоже где-то под 100%. Если же это импортный привод, то вы получаете, в зависимости от типа клапана, там и 50%, и 30%, если клапан маленький, и побольше, там, под 60-70%, если это здоровый, там, например, 300-ка, или тем более она там нержавеющая. Поэтому эта ситуация носит такой характер, скажем, такой плавающий. Но с точки зрения механообработки, я считаю, что по территории России нужно делать процентов 70-80%. Тогда вы можете смело говорить, что это российское производство. Вот, и здесь на выставках, в принципе, на выставках часто встречаются производители, которые, на мой взгляд, делают разве что шильды. Это распространено, вот, но, тем не менее, так в среде уже производителей, все друг друга, конечно, знают, поэтому, как правило, это сразу видно. Это не видно только вот, ну, так неопытному посетителю, который никогда с этим вот предметно в этом вопросе не работает, да. То есть, тяжело сказать, что мы сразу открыли в течение одного года новый завод по производству автомобилей. Ну, нет такого, не бывает. То есть, если его будут делать, это будет продолжаться не один, там, несколько лет, по крайней мере. Это огромная стройка. Если же это, соответственно, производство клапанов, конечно, это не такого уровня. Но, тем не менее, это тоже достаточно приличный и длительный процесс. Да. И чтобы запустить новый завод, это надо, в общем, очень много постараться. И на сегодняшний день, я так понимаю, такого не происходит. Потому что производство на сегодняшний день очень сильно сталкивается с огромным количеством дополнительных вопросов, которые, конечно, ну, скажем, преодолеть сходу невозможно. Это очень много правил, требований, огромное количество. И количество это со временем нарастает. Вот, поэтому, скажем, запустить на территорию России производство, вот сейчас, ну, я бы сказал, что многократно сложнее, чем, например, 10 лет назад. И еще сложнее, чем еще 10 лет назад. Поэтому с каждым годом эта ситуация все менее и менее, ну, скажем так, вероятна. Вот, расклад. Означает ли это, что при локализации многие производители будут пользоваться зарубежными технологиями? Ну, вот, сегодня часто встречается такое явление, когда производитель использует свой товарный знак, свой бренд, но использует зарубежные технологии. Так, ОМ-поставка, так назовем. Ну, вы знаете, вопрос технологии, он, с точки зрения вот клапанов, наверное, он локализован только в одной области, в области электроники. Это не очень большая часть от производства клапанов, поэтому все остальное, технология, да, то есть вы же не будете, какая технология машиностроения, технология обработки, но она, как бы, знаете, это все равно, что вот мы пользуемся новыми технологиями в математике. Ну, технология математика, она и есть математика, да, то есть она, как бы, достаточно хорошо известна, и ничего там, там может быть что-то новое, но это не является, может и кардинальное, но это не является частной, какой бы такой локальной технологией. Это является, как бы, общей ситуацией, да, то есть там, не знаю, новый вариант там решения каких-то там, или там новой аппроксимации там чего-то в какой-то там пространстве и так далее. Ну, вот да, разработали, делают, и вы можете тоже этим пользоваться. Технология, как правило, предполагает материализацию, то есть это программа, это какой-то вариант плат, да, то есть с точки зрения процессоров, да, элементной базы. Да, эта позиция с точки зрения электроники, я считаю, что она останется, потому что с точки зрения электроники вероятность, что вот в таком самостоятельном режиме, который живет наша промышленность, которая, в общем-то, вне рамок, вне поля деятельности, не сказать поля деятельности государства, но не очень видно каких-то прогрессов с точки зрения именно вот самой электроники, да, достаточно долго останется зависимо от импорта. То, что касается всего остального, я считаю, что там нету никакой, какой уж технологии. Вот, если вам передают чертежи, ну, это передача чертежей, и по большому счету любой производитель маловероятно, что возьмет чертежи импортные, да, потому что, в принципе, нет такой принципиальной проблемы разработать свое. Тем более, что разрабатывая что-то, вы неизбежно это подбиваете под свои возможности с точки зрения того же механообработки и так далее. У вас неизбежно ваши отличия определяются не только конструкцией, но и тем, как вы выпускаете. Поэтому вам гораздо проще сделать самому, чем взять что-то и потом пытаться адаптировать под себя. Поэтому я думаю, что вот в нашей области применение импортных технологий – это несколько более, как бы сказать, слоган, нежели реальность. А что вы представляете под технологией все-таки? Потому что многие говорят, что у нас проблема в технологиях, нет технологий. Нам нужны зарубежные не только инвестиции, но технологии. Под технологией я, как правило, понимаю что-то материальное, да, то есть вот у меня, например, ну, пример. Вот мы возьмем клапан. Есть вопрос с точки зрения его диагностики, да. Это определенный набор программ, которые будут стыковаться с программным обеспечением системы автоматизации крупных производств. И вот это технология. Я даже если сделаю свою программу, мне не даст возможности, ни времени, ни силы ее согласовать тем, чтобы я мог, например, автоматом включиться, например, в Дельта-Ви, да, или в какую-то другую систему. Это будет моя внутренняя программка, которой я могу пользоваться в данном варианте. И передача вот этих вещей, это, конечно, технологичные вещи. Значит, что я еще понимаю под этим? Это архитектурные разработки, но архитектура с точки зрения тоже электроники, да, то есть самих, как бы, плат, систем, ну, скажем так, там, питания, различных функций и так далее. Потому что разработка этих вещей, оно, в общем-то, как правило, требует гораздо более длительного времени и, самое главное, адаптации. Вот перед этим сказали, никто не хочет стоять на опытную эксплуатацию. Вот у нас сейчас есть опыт и, как бы, клапан берут. Но представьте, что я сделал новую, там, систему управления и говорю, давайте я попробую на вашем предприятии. Страшно же, давайте попробуем, ой, не получилось, да, или ой, получилось, да, там, я вот это загубил, или это сломалось, дай бог, там, или еще что-то, да. Поэтому их адаптация, апробация и, скажем так, выпуск на рынок вещь очень сложная. Вот это я и считаю, вот в нашей области, как бы, технология. А вот технология самого производства, я думаю, что здесь это не более чем разговор. Ну, иными словами, можно сказать, что сегодня наиболее сложные технологии, это технологии интеллекта, технологии разработки логических схем и технологии самого массового, ну, скажем так, подключения. То есть, самой работы, потому что любое нефтеперерабатывающее предприятие, это целый организм и это, скажем так, структура. Ну, это не обязательно нефтеперерабатывающий предприятие, любой непрерывный цикл производства, да, это достаточно серьезная позиция. И, как бы, внедрение в это, оно всегда требует достаточно, скажем так, уверенности в том, что это будет работать. Вот, поэтому, конечно, этот вопрос, он носит такой глобальный характер. Вот в Советском Союзе эти позиции разрабатывались, были, как бы, там, программы, были институты, которые, в общем-то, системно этот вопрос запускали. И, конечно, с точки зрения, там, государства, да, то есть, государство может, да, там, обратиться, выделить для этого, там, установку или еще что-то, да, то есть, и этот вопрос определить порядок проведения работ с точки зрения государственной программы. Так вот, как разработка, там, программного обеспечения, да, там, какого-то, вот, мы все пользуемся Windows, да, там, есть Linux, вот, разработали новое программное обеспечение именно в таком государственном или полугосударственном порядке. Вот, эта позиция, да, может ситуацию изменить, а вот, вероятность, что, как бы, в рамках одной фирмы это возможно сделать, это маловероятно. Ну, иными словами, необходим тот самый поддерживающий механизм от государства, подкрепляющий, который мог бы, ну, скажем так, помогать российскому производителям устанавливать новые типы арматуры, испытывать их в реальном времени. То есть, разработан какой-то вариант какого-то продукта, которым уже остальные производители, не, там, Вася, Петя, Коля, все производители могут пользоваться, и которые могут использовать в своем производстве. Вот это да, это, конечно, даст и может дать достаточно серьезный толчок. Спасибо вам большое, уважаемые друзья, коллеги. Ну, скажем так, вы сейчас смотрели первую версию интервью с Михаилом Олеговичем Зелоновым. Скажу вам так, что расширенная версия будет опубликована в журнале «Вестник арматура строителя» в шестом номере журнала, поэтому читайте, смотрите нас больше, чаще. Ну, и, собственно говоря, завершая сегодняшнюю нашу видеопрезентацию, хотелось спросить у вас о ваших планах, о том, что вы планируете сегодня реализации. На самом деле предприятие развивается, развивается достаточно эффективно. Вот, мы много делаем новой арматуры, и не только арматуры, вы правильно сказали, интеллектуальной, то есть мы стараемся в этой области работать, причем локализация по всем продуктам, которые мы выпускаем, это больше 50%, и постараемся в ближайшее время, как бы, эту ситуацию, темп наш не сбавить. На сегодняшний день мы достаточно хорошо себя чувствуем практически во всех сегментах арматуры, в том числе регулирующей отсечной. Ну, с исключением, наверное, мы не занимаемся шаровыми клапанами и в ближайшее время не планируем эту ситуацию. Все же остальные позиции, так и в том числе приборную часть, которая требует для настройки, обслуживания, управления клапанами, мы достаточно активно сейчас развиваем. Я думаю, что в ближайшие несколько лет сохраним этот темп, по крайней мере, надеюсь на это. Замечательно. Спасибо вам большое за встречу. Остается пожелать вам только удачи, успехов и, конечно же, новых толчков вперед. Спасибо. До новых встреч. Спасибо. 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 Спасибо.